я приветствую вас на своем канале из этого видео вы узнаете не просто как правильно заваривать чай как заваривать чай с пользой для вашего здоровья вы узнаете что чайная церемония раскрывает лишь небольшую часть той огромной пользы который таит себе чайный лист и он и так просто не отдает нужно ее уметь извлечь использовать правильно вы будете знать немножечко больше чем мастер чайной церемонии я не знаю сколько обучают мастера чайной церемонии вам нужно будет для обучения всего несколько десятков минут и вы будете великолепно владеть этой ситуацией и так ну как вы понимаете много компонентов входит в систему чтобы получить реально чай полезный для здоровья важно учитывать все эти компоненты основа безусловно чайный лист как выбрать и вот тут огромное значение имеет размер вы знаете принцип золотой середины еще никто не отменял что заваривают ну есть веточка на веточке есть почечка вот эта почечка раскрываясь выбрасывает так называемую флэш и вопрос когда ее заготавливать самое ценное флэш это где размером примерно около одного сантиметра там 34 небольших листочков которые содержат максимальное количество полезных биологически активных веществ кстати о том что содержится в чайном листе вы можете найти такое видео на моем канале посмотреть там достаточно много информации вся химия чайного листа разложена с ее плюсами и минусами просто я не просто врач фитотерапевт я еще шесть лет преподавал в мединституте на кафере фитотерапии и преподавал а меня там во время преподавания учили фармакогносты великолепные фармакогносты великолепные знатоки своего дела я теперь знаю не просто по названию биологически активные вещества и лекарственные растения а сочетание что какое растение какие содержат активные вещества и как этим правильно пользоваться в том числе и чайный лист посмотрите там весьма познавательное видео здесь же что имеет значение конечно же размер этого листа я вам сказал мелко листовой да но почему появляется и другой почему я часть пакетиках они задавали себе такой вопрос почему есть крупный листовой чай я вам это все сейчас объясню когда с веток вот эти мелкие флеши только выбросили фактически вышла это флеш если всех собирать то есть самый дорогой чай собирать чайный куст погибнет ведь он не сможет расти все флеши мы убрали листья все убрали голые ветки не растут а чайный куст растет десятки лет поэтому производитель вынужден какую-то часть флешей просто пропустить чтобы они выросли выросли побольше выросли такие крупные листья сюда появляется крупный листовой чай потому что у основания черешочка этого листика находится новая почка которую следующем сезоне соберут вот в виде малой флешей и будет мелко листовой чай а что делать с этими листьями тоже можно использовать тоже заготавливают является крупный листовой чай ну конечно крупные листья не все хотят не все могут использовать все-таки это достаточно сложно поэтому часть перемалывается в порошочек и появляется чай в пакетиках но тут помните принцип золотой средине чай в пакетиках крупный листовой чай между ними вот та самая золотая средина вот тот самый то самая небольшая flash мелко листовой чай он самый полезный для здоровья дальше имеет значение конечно же вид чайный лист вы как понимаете есть чай белый зеленый желтый красный черный вся линейка получается из одного и того же сырья из обычного чайного листа который заготовили а потом обрабатывают если белый зеленый то просто высушивают если желтый красный и черный то их подвергают ферментации или управляемому гниению что при этом получается часть биологически активных веществ окисляется поэтому эти чаи меньше приносят пользы для здоровья но появляются вкусовые и ароматические вещества и вы покупаете эти чаи из-за вкуса из-за цвета из-за аромата а польза осталась в исходном среде кстати зеленый чай используется не просто так чайной церемонии потому что он больше всего содержит полезных веществ их можно использовать чайной церемонии потому что вы знаете наверно фокусником нужно быть чтобы провести чайную церемонию где сырье будет черный чай очень быстро извлекаются активные вещества очень быстро все получается и нужно быть фокусником чтобы буквально какие-то секунды и дробить тут же сливать чай чтобы не получить сразу за 10 секунд всю заварку поэтому тут очень важное значение это имеет как вы понимаете от зеленого к черному через желтый и красный чай увеличивается вкус цвет и аромат уменьшается польза поэтому если хотите для здоровья конечно используйте зеленый чай дальше безусловно имеет значение растворитель которым вы будете растворять те самые биологически активные вещества ну наиболее часто используют конечно большинство вода и вода великолепный растворитель но важно знать как правильно подготовить воду к завариванию чая вообще идеальная вода это вода дистиллированная она имеет 0 растворенных в ней веществ как понимаете это максимально эффективный растворитель тех биологически активных веществ которые находятся в чай и это самый лучший вариант ну конечно вряд ли вы побежите в аптеку за дистиллированной водой чтобы заварить чай хотя это тоже вариант все лекарственные травы настои отвары по фармакологии фармакогнозии советуют заваривать все-таки на дистиллированной воде так больше пользы ну воду можно умягчить можете уменьшить ее в домашних условиях это легко и просто сделать берете свою воду которую у вас есть и ставите в стеклянной или металлической емкости в холодильник замораживаете если у вас медленно будет происходить процесс замораживания вы фактически сможете воду очистить у вас вначале у стенок посуды будет появляться такой прозрачный лед а в центре будет такой непрозрачный столбик вот этот столбик это растворенные в воде первичной воде соли которые сконцентрировались и вот вы их легко можете удалить и получить практически очень чистую воду конечно ну такой путь не все могут использовать хотя если будете использовать пожалуйста это великолепный способ очистки воды но оптимально конечно это все-таки анализ химического состава и соответствии с ним обработка воды это проще так можно получать воду в большее количество и кстати не только для заваривания чая для приготовления других напитков блюд различных зачем вам это нужно знать зачем анализ вам нужен все просто удалять хлор в воде из глубокой с не глубокой скважины или из колодца конечно можно но зачем там его нет точно так же как пестициды удалять из водопроводной воды тоже сомнительное удовольствие потому что их вряд ли они вряд ли там будут хлор как раз водопроводе частый приз часто присутствуют а пестициды в колодце в скважине нужно просто знать понимать химический состав воды чтобы ее оптимально обрабатывать если вам нужно больше информации не вопрос контакта вы видите обращайтесь я знаю как подготовить воду же если вы считаете что вам нужна одна вода вы серьезно ошибаетесь вода для чая одного состава должна быть для кофе другого для супа борщика третьего перед спортом четвертое после пятое для беременной женщины еще своя вода для ребенка третья для пожилого человек знаете можно дробить много много компонентов воду потому что вода разного состава может использоваться совершенно разных условиях если вы это знаете мой вам респект если не знаете пишите звоните будем общаться с вами как это сделать правильно чтобы польза для здоровья была не только от чаепития но и от других событий в вашей жизни ведь вы же не только чай пьете еще и как-то по другому воду используйте это важно знать следующий компонент это безусловно посуда которую вы будете заваривать чай вот она должна быть нейтральной как вы понимаете не металлическая посуда не какая-то другая на не пластмассовая не подойдет для заваривания поэтому чай в стаканчиках здорово заваривать это неправильно посуда должна быть нейтральной поэтому фарфоровая чаще всего в ней заваривают лучший вариант она не меняет вкус напитка она не меняет его свойства потому что она практически не реагирует со своим содержимым и это очень правильно следующий момент температура воды который вы будете использовать для заваривания тоже имеет огромное значение ведь чай это содержится биологически активные вещества но и они могут окисляться под действием температуры но вопрос другом при холодной ключевой водой чай тоже не заваривать поэтому нагревать придется вопрос вот та самая золотая средина разумная температура которую нужно использовать при заваривании чая ну когда вы воду для чая кипятите уже подготовили вы уже знаете как это сделать вода проходит несколько стадий чай просто греется потом появляется так называемый белый ключ и вот многие советуют заваривать именно этой водой до для того чтобы получить внешний спецэффект вы будете заваривать водой белого ключа чай у вас там будут разные спецэффекты будет шипение бурление это здорово это классно это внешне выглядит потрясающе особенно если заварник у вас будет стеклянный чтобы видели все это вы знаете что такое белый ключ белый ключ это фактически те газы которые находились в воде в растворенном состоянии при нагревании пытаются выйти и вот вот это вот попытка выйти этих газов вы видите белый ключ знаете если у вас артезианская вода реальная артезианская вода и там нет кислорода самый активный окислитель то возможно можно и так заваривать воду если у вас не артезианская вода у вас растворены там другие газы эти газы в активном состоянии будут действовать на компоненты чайного листа то есть вы будете окислять ту пользу которую принес вам чайный лист которую выбрали вопрос зачем вам это надо хотя логика в этом есть но логика находится решение находится совершенно с другой стороны я понимаю что белый ключ это невысокая температура те кто рекомендует заваривать именно такой водой они просто хотят чтобы время температура при заваривании была не самой высокой не вопрос именно чайная церемония подсказывает как это сделать правильно вот когда у вас вода прошла стадию белый ключ начала кипеть начинаем вас нагрелась реально до 100 градусов вот это самый лучший вариант для заваривания для первого заваривания чая вернее для подготовки завариванию чая потому что вот когда у вас вода закипела и покипела немножко минутку две пусть газа выйдут они нам абсолютно не нужны запитки после этого что вы должны сделать вы должны выключить огонь взять емкость для заваривания чая открытие залить туда кипяток примерно одну треть закройте крышкой сделайте таких несколько движений возможно это будет выглядеть несколько так знаете эзотерично но на самом деле ничего эзотеричного в этом нет чистая физиология чистая биохимия чистая микробиология потому что заварник содержит воздух воздух содержит бактерии бактерии имеет тенденцию осаждаться на стенках и ждать когда вы заварите чай желательно невысокой температуры а когда вы ошпарить этих бактерий температурой 100 градусов еще и хорошенько немножко только не болтайте вот так сильно вращательными движениями сделайте несколько движений вы фактически смойте всех бактерий со стенок посуды оставьте на минуту-две чай заварник пусть он прогреется хорошо пусть бактерии хорошо погибли дальше вы опять делаете несколько движений и сливаете эту воду фактически посуда у вас готова она чиста она безопасна и она уже нагрелась она хорошо будет хранить то тепло которое нужно для заваривания чая а чайник в это время вне огня у вас стоял и остывал у вас температура возвращалась той температуре который она имела при кипении белым ключом но газовый удалили у вас вода стала лучшим растворителем и самое главное безопасным растворителем что вам это нужно понятно ваша польза вот она дальше что получается фактически вы все это подготовили конечно дальше пути немножечко расходятся чайная церемония и обычные домашние условия немножечко дальше действует по разному дальше естественно засыпается выбранное сырье засыпается чайный лист вот и заливается кипятком вот здесь что дает чайная церемония фактически мастер чайной церемонии понимая исходное сырье понимая сколько времени ему нужно на первую заварку он выжидает это время обычно это несколько десятков секунд и первое первый чай уже готов дальше он будет продолжать заваривать еще последовательно несколько раз извлекая разные биологически активные вещества которые содержались чая а фактически тот кто присутствует на этой чайной церемонии эти люди будут пробовать оценивать вкус аромат цвета особого там не будет да и тут прекрасно я понимаю что церемония пошла и это прекрасно вам мастер чайной церемонии расскажет случае помог поделиться своим опытом в этом направлении не вопрос обычно она продолжается десятки минут домашних условиях чаще всего у вас нет такого времени вы завариваете чай для того чтобы быстренько утолить жажду выпить как напиток полезный для вашего здоровья и выполнять какие-то другие функции которые вам чай и обеспечит ведь он повышает тонус повышают работоспособность улучшает другие функции в организме вы для этого то в принципе чаще всего чай то и пьете поэтому в домашних условиях заваривают чай 5-7 реже больше минут вопрос что делать дальше вот тут начинается самое интересное вы думаете что после этого вся польза и закончилась вы ошибаетесь самое интересное только сейчас и начинается потому что в принципе вода великолепный растворитель но с ограниченными возможности а эти возможности может серьезно расширить ведь вы же хотите больше пользы получить чем от просто чайной церемонии первое чем безусловно завариваю чай сахар но тут есть один принципиальный момент да вы завариваете чай вы заварники вы извлекаете водой фактически только те вещества которые растворено в воде а чайный лист содержит вещества которые растворены еще в жира и спирта и вот эти вещества они очень плохо фактически в воде находится в растворенном состоянии выпадает просто в осадок и падают на чайные лист которые находятся после заварки находится внизу на дне посуды Вот вопрос, как эти вещества оставить в напитке? Вот это вопрос. Поэтому здесь что вы должны понимать? Что сахар должен появиться не в стакане, не в чашке, а в заварнике. Вы сахар должны были положить вместе с чайным листом в заварник. Вот тогда пользы будет больше, потому что эти вещества тогда, соединяясь с сахаром, превращаются в растворимую форму в воде и будут великолепно находиться в напитке. И пользы от этого напитка для вас будет больше, потому что самые ценные вещества, которые содержат чай, это биофлавоноиды. У них противовоспалительная активность, противораковая активность. Они великолепно улучшают состояние сосудов, сердца. Они обеспечивают все обменные процессы и самое главное, они обеспечивают высокую работоспособность, которую от вас из чая, из чайного листа требует кофеин, который там содержится. Так вот, когда биофлавоноидов становится больше, у вас такой требовательный начальник стоит за спиной, а вы исполнительные подчиненные, вы расторопные, вы тут же все и выполнили. Это вам помогает сделать биофлавоноиды. Поэтому, когда вы завариваете чайный лист, в заварнике равное по объему количества должно быть сахара. И все прекрасно. Вы этот процесс обеспечили. Это немного сахара. Даже диабетчики могут использовать. Особенно диабетчики, кстати. Потому что у них сосудистые нарушения. Это номер один среди причин, среди проблем. Нужно сосуды беречь. Ого как! Поэтому на сахарную кривую такое мизерное количество сахара аж никак не повлияет. А польза будет огромная. Некоторые советуют заваривать солью. Вы знаете, да. Я понимаю, когда жарко. В жару соль, она держит воду. И в принципе уменьшает потение. Она помогает в жарких условиях, скажем так, лучше их пережить. Но! Если вы после чая находите состояние покоя. Это принципиальный момент. Если вы побывали в каких-то экстремально жарких условиях. И после этого выпили чай с солью. Вкус, конечно, специфический. Но тем не менее. Ну, знаете, искусство требует жертв, здоровье тоже. Поэтому можно и потерпеть. Но! После этого ни в коем случае не физическая нагрузка. Чай с солью не до выхода, ухода, ну, не до похода, скажем так, куда-то. А после. То, как вы оказались в более-менее комфортных условиях. Вы выпили. И несколько часов после этого должны находиться в состоянии покоя. Иначе вы просто срываете себе сердце. Что пока соль в кишечнике. Все нормально. Как только она попала в кровь. Она держит у себя воду. Увеличивается объем крови. Это уже нагрузка на сердце. Поэтому так делать нельзя. Еще один момент. С чем еще можно заваривать чай? Конечно же, с молоком. Но! Вот тут вариант есть, конечно. Многие советуют заваривать вместе с молоком сразу. То есть заварники, оказывается, и горячее молоко. Я этого делать не советую. Да, молоко, конечно, тоже содержит воду. Но! Там столько других активных веществ. Там есть жиры, там есть белки. Они плохо влияют на растворимость других активных веществ чая. Поэтому заваривать с молоком в горячем молоке чай не нужно. Вы так получите меньше пользы. Вы заварите чай отдельно. Лучше с сахаром. А потом уже готовый напиток смешали с молоком. До чего вам это нужно? Ну, выгод у вас несколько. При такой комбинации чай, безусловно, извлекает из чайного листа. Вода растворяет щавелевую кислоту. Она выносит кальций из вашего организма. Если у вас нет гиперкальциемии, то есть вам не нужно прощаться с кальцием. Понятно, большинство людей ищут, где взять кальций. А чай его выносит. Вот тут огромную пользу вам оказывает кальций, который содержится в молоке. Как только вы чай заваренный смешали с молоком, кальций связывается с щавелевой кислотой. Для этого вам достаточно просто несколько движений сделать, просто перемешать этот напиток до однородной массы. Оксалаты кальция образуются в сосуде. Они нерастворимы в воде. И эта нерастворимая комбинация спокойно проходит по кишечнику. Да, вы кальций из молока не получили, но вы не потеряли тот кальций, который был с трудом накоплен в вашем организме. И это огромный плюс. Это громадная польза. Потому что просто чай или просто кофе без молока, понятно, это движение к остеопорозу, это артрозы, это остеохондроз, это другие проблемы с опорно-ответственным аппаратом. Дети хуже растут. Пожилым людям нужно активнее смотреть в окружающую среду, не дай бог не упасть. Потому что переломы, они плохо заживают на фоне остеопороза. Вы должны это понимать. Больше того, что еще вы получаете? Безусловно, чай содержит кофеин. А молоко обладает щелочными валентностями. Оно щелочное. А кофеин в щелочных условиях попадает в осадок. И в таком случае чай с молоком великолепно могут пить гипертоники. Они пьют, в принципе, тот напиток, который хотели, а давление у них артериальное не повышается. Полезно тем, у кого есть отрасль рост сосудов. Ишемическая болезнь сердца. Потому что в данном случае есть элементы гипоксии, а кофеин их будет усиливать. А чай с молоком нет. И вы можете спокойно пить. Ну, кстати, очень хорошо заваривает с молоком черный чай. В черном чае очень много дубильных веществ. А дубильные вещества, они дубят слизистые. Они снижают секреторную способность всего желудочно-кишечного тракта. А это система пищеварения. Она у вас падает. Поэтому черный чай, любители черного чая. Да, я вас понимаю. Вам нужен кофеин, вам нужен тонус. Но вам нужна еще и безопасность. Ваша страховка от этих проблем это молоко. Чай с молоком, он точно так же обеспечивает повышение работоспособности. Но не так сильно, как чистый черный чай. Он бережет вашу слизистую. Потому что тонаты альбуминатов, которые образуются фактически в чае, они щадят, берегут вашу слизистую. У вас пищеварительность тема работает оптимально. Поэтому тут понятно, что да. Это полезная комбинация. Ну, очень полезная комбинация. Самая полезная получается. Это сахар с молоком. То есть молоко у вас при заваривании чая идет. Извиняюсь. Сахар у вас идет при заваривании, собственно, чая в заварнике. А потом смешиваете с молоком. Великолепная комбинация. Вот. Чай с медом. Тоже многие советуют. Ну, вы знаете, с медом чай пить можно, но мед в прикуску. Потому что оксиметилфурфурол, который образуется при распаде фруктозы, это канцероген. Достаточно сильный. Поэтому хотите пить чай с медом, заварите чай правильно. Дальше у вас стоит мед. И вы в прикуску. Глоточек чая. Кусочек меда. И вот так вот вы пользуетесь. Ни в коем случае не в чай. Вот тут будет плохо. Поэтому так действовать не стоит. Хотя чай с медом полезная штука. Очень хорошо тонизирует. Очень хорошая. Патагонная, кстати. Вот. Но при правильном использовании. Еще и безопасно. Потому что сегодня бороться, получить патагонный эффект, правда, не знаю, чаще всего его получать не нужно. Но если хочется, пожалуйста. А завтра заработать онкологию тоже не хочется. Поэтому тут между двух этих огней легко пройти. Кстати, видео по том, как правильно сопровождать простуду, начиная с первых признаков, первая помощь при гриппе, при ОРЗ, пожалуйста, можете тоже найти на моем канале. Несколько сотен видео в свободном доступе. Те, кто подписались, вам найти проще. Кто еще не подписался, кнопка подписки под видео или логотипчик вы видите вверху. Вот. Не вопрос. То есть, таким образом можно пользоваться. Еще один компонент часто используют. Чай с содой. Вообще, пищевая сода считается, некоторые врачи считают, что это просто вот панацеет всех бед. Лечит все. Применяется от всего. Включает даже онкологию. Кстати, такое видео. Лечение содой рака во всех стадиях. Можете найти на моем канале. Там, по-моему, я достаточно понятно изложил свою позицию, как сода может влиять на онкологический процесс. И как ее там лучше использовать. Но, если вы в процессе заваривания добавите немножечко пищевой соды, то в случае, если есть гипертоническая болезнь, если есть вегетососуистая дистония, особенно по гипотоническому типу, будет только польза. Потому что жестко активировать артериальное давление кофеином далеко не всегда нужно. Это для здорового человека, для абсолютно здорового человека кофеин повышает тонус, повышает работоспособность. Если человек болен, особенно есть какие-то проблемы с сердцем и сосудами, нужно сто раз подумать, прежде чем использовать кофеин для стимуляции. Вот сода помогает вам в этом случае избавиться от кофеина. Она та же, как и молоко, только более жестко. Создает щелочные условия. Кофеин выпадает в осадок. Важно, что, когда вы выливаете чай из заварника, не выливать всю воду, не отжимать особенно осадок. Там кофеин, там опасность. Потому что реанимировать, в принципе, может эту ситуацию желудочный сок. Поэтому, для того, чтобы не рисковать, вы сливаете верхние две трети напитка. Нижнюю треть оставляете. Просто нельзя вам их использовать. Это нужно просто понимать. Антипод, безусловно, соды, это лимон. И вы прекрасно понимаете, что если вы заварите чай с лимоном, то лимон это кислота, растворимость алкалоидов, растворимость кофеина, теобрамина, теофилина и других алкалоидов, которые находятся в чайном листе, увеличивается. И, соответственно, их действие на ваш организм тоже увеличивается. А алкалоиды считаются по действию, по мощности действия самые сильные биологически активные вещества. Именно их используют, алкалоид, содержащий растения, используют для жесткой регуляции обмена веществ в вашем организме. Фактически в реанимационных ситуациях. И кофеин так используют, и теобрамин, и теофилин, и другие алкалоиды. Не только, кстати, из чая. Поэтому это нужно просто понимать, что тут есть свои нюансы. И далеко не всегда можно использовать или соду, или лимоны для вашего здоровья. Это понимать нужно. Кстати, вместо лимона вы можете заваривать чай с другими кислыми, скажем так, ягодами. Это могут быть клюква, брусника. Точно так же влияет на действия алкалоидов. Поэтому не попадайте в просад. Да, чай с лимоном мне не нужен, а чай с брусникой запросто. Тонизирует великолепно. Но! Нужно иметь запас мощности сердца и прочности сосудов. Потому что тонус это повышение артериального давления. И это испытание для вашей сердечно-сосудистой системы выдержит или нет. Тут нужно просто это правильно понимать. Ну, вы знаете, есть еще один напиток. Это адмиральский чай. Это когда чай смешивается с алкоголем. И вы понимаете, что тут не просто такая ситуация. Алкоголь, я уже в начале видео сказал, тоже растворитель для части биологически активных веществ чая. Алкалоиды усиливают свое действие. Они лучше растворяются. Биофлавоноиды лучше растворяются. То есть, действие чая на здоровье будет более значительным. И фактически, если добавить даже небольшое количество алкоголя к чаю, его тонизирующий эффект усилится. Его влияние на ваше здоровье усилится. Если здоровья было не очень много, возможно вариант. Поэтому тут нужно опять-таки подумать, как комбинировать, с чем комбинировать, и стоит ли комбинировать чай и алкоголь. Стоит ли проверять свой уровень здоровья на прочность. Есть еще одна комбинация, с чем еще заваривают чай. Это лекарственные травы. И вы знаете, меня как-то спросили по действию лекарственных трав, назовите пару трав, которые могут быть опасны для здоровья. Знаете, я ответил очень просто. Вы знаете, нет ни одной травы, которая несла бы безусловную пользу. Польза только в комбинации лекарственных трав, которые используются для конкретного человека в конкретный период времени, при конкретном состоянии его уровня здоровья. Это очень серьезная вещь. Да, можно формализовать, можно сделать сборы трав, которые будут влиять на большинство людей при определенных ситуациях. Но это нужно быть специалистом. Чаще всего, с чем заваривают чай? Ну, очень вкусный чай получается с зверобоем. Отличное растение, великолепное растение. Почему многие на него подсаживаются? Зверобой регулирует тонус нервной системы. Он, с одной стороны, работает как антидепрессант, с другой стороны, может вызывать элементы успокоения. он регулирует вашу нервную систему. И, с одной стороны, сегодня, при том, что очень много стрессовых факторов вокруг, я понимаю, что многие на него подсаживаются. Вопрос. Лучше выбрать другой антидепрессант. По той простой причине, что зверобой, он достаточно токсичное растение, и, особенно мужчинам, очень плохо влияет на потенцию. Да, он может помочь вывести из депрессии по одной причине, и загнать депрессию совершенно по другой, из которой еще тяжелее выйти. Если вам нужно лечение депрессии, обращайтесь. Депрессия это оценка работоспособности вашего мозга метаболического обеспечения. Работоспособность снижается на уровень метаболического обеспечения. Вас не устраивает этот уровень работоспособности. Что вы делали с метаболическим обеспечением? Вы думали о питании своего организма? Как ему обеспечить полноценное питание на тот уровень активности, который вы хотите от него получить. Понимаете разницу? Если вы обеспечили свой организм полноценно, вы и работоспособность имеете полноценную. Если вы по каким-то причинам не дали себе правильное питание, не обеспечили эту высокую работоспособность, мозг как индикатор будет снижать свою активность. Стоит вам его насильственно поднять до желаемого уровня работоспособности, возникнет неизменная проблема. Мозг поработает на этом уровне какое-то время. Но ценой того, что он резервы выберет, вы попадете в еще худшую депрессию. Выход из депрессии не с помощью чая. Выход из депрессии совершенно в другой зоне находится. Это зона правильное питание. У меня десятки видео на эту тему. Смотрите, как правильно питаться в разных ситуациях. Как правильно завтракать, обедать, ужин. Это все есть. Важно этим правильно пользоваться и адекватно пользоваться. Лекарственные травы это приличный риск. Да, вы сегодня получили какой-то результат, а последствия вы не знаете. Вы не знаете, чем все это закончится. Я-то знаю. Я фитотерапевт не в первом поколении. Опубликовал уже более 50 книг и брошюр. Тысячи статей в интернете, сотни видео, в том числе и на моем канале. Не вопрос. Смотрите. Получайте здоровье, а заодно и удовольствие. Когда вы правильно будете питать свой организм, я вас уверяю, все функции будут работать как часы. Все будет прекрасно. И один из компонентов этого здоровья. Это тема этого видео. Как правильно заваривать чай. Надеюсь, вы поняли, что чай это очень полезная вещь. И теперь вы знаете основные критерии, как его правильно заваривать для вашего здоровья. Если вам нужно больше информации, не вопрос. Подписывайтесь на мой канал и все обновления видео, которые я буду делать, вам будут попадать среди первых. На канале уже более полутора тысяч подписчиков. И каждый день количество их растет. То есть это, я думаю, что оценка моей, моего уровня знаний, моей работоспособности. И это польза для вашего здоровья. И пока вы думаете, какой знак поставить под этим видео, так или вот так, я, наверное, буду это видео заканчивать с пожеланиями крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему. До новых встреч на моем канале.